Всем привет! В этом видео я хочу показать простые настройки на вашем смартфоне, которые позволят ускорить мобильный интернет. Я специально Wi-Fi отключил, включил только лишь мобильный интернет. И просто поддержите, пожалуйста, это видео лайком, оставьте свой добрый комментарий. И самое главное, повторите эти настройки на своем смартфоне, чтобы все заработало, чтобы все получилось и не возникало никаких дополнительных вопросов. А если не появится, то пишите комментарий. Итак, заходим в свои главные настройки, потом сим-карты и мобильные сети, ваш оператор, предпочтительный тип сети. Вот тут очень интересный нюанс. Смотрите, если у вас стоит 3G, ваш интернет будет работать примерно на 70% от максимального. 2G примерно на 40%, то есть интернет будет ниже. 3G, 2G низкий интернет, но зато будет очень сильная экономия заряда батареи. Тут есть прямая взаимосвязь. Чем больше скорость интернета, тем больше расход батареи. Чем меньше, тем меньше расход батареи. У меня уже стоит 4G. Если в вашем регионе ваш телефон поддерживает 5G, то можете поставить 5G. Ваш мобильный интернет работать будет на все 100% на максималке. И скорость, можно сказать, что будет запредельная. И, соответственно, будет сильнее расходоваться заряд батареи. Я же поставил 4G, то есть плюс-минус хороший, очень быстрый интернет. И при этом батарея плюс-минус тоже будет держаться. 4G ставьте. Если вдруг у вас стояло 3G, то интернет вообще слабенький. 4G уже намного лучше. После этого переходим к другим настройкам, а именно точки доступа АПН. После этого, вот тут внизу нажимаем на вот этот плюсик. Новая точка доступа. Смотрите, название пишем на английском языке с большой буквы интернет. Интернет и самое главное, чтобы не было никаких ошибок. Какая-то ошибка, ничего не сработает. Окей. АПН тоже самое пишем с большой буквы на английском. Интернет. Проверяем. Интернет. Окей. После этого чуть-чуть спускаемся ниже. Кое-что нужно будет изменить. Тип аутентификации. Ставьте чап. Это более быстрый протокол аутентификации соединения. Потом пункт канал. Не указано. Убираем. Ставим LTE. Вот это все. Вот это все. Чтобы я эти не произносил суперфразы. Ставим до пункта. Везде. До EFDO. Нижнее подчеркивание. Окей. Чуть ниже. И вот самое главное еще. Тип MVNO. Поставьте. IMSI. Скорее всего у вас будет стоять нет. По стандарту стоит нет. И это должно положительно повлиять на вашего мобильного оператора. Все. Потом еще. Сохранить. Сохраняем все эти параметры. И замечательно можете проверять. Также друзья. Напоследок. Я вам хочу показать еще один классный способ. Как вы быстро можете менять DNS сервер. И выбирать на более быстрый. Либо тот. Который будет полностью блокировать различные порнографические сайты. Если конечно это кому-то нужно. Скачайте пожалуйста по ссылке в описании. Специальное приложение. Под названием DNS. Заходим в эту программу. Потом. Тест скорости. Выберем самый быстрый DNS. И пока проходит скорость. Давайте вкратце объясню. Что такое DNS. DNS сервис. Это по сути дела ваш проводник. Он есть везде. Изначально он дается вашим провайдерам по стандарту. То есть что это такое. Это проводник. Он проводит ваш IP адрес. Вашего устройства. Местоположения. К сайту. То есть он соединяет какой-либо сайт. Сайт. Адрес. Адресная строка сайта. HTTP. И пошло-пошло-поехали. Дальнейшие цифры. То есть соединяет ваш сайт с вашим IP адресом. Он проводник. Проводит. И от скорости DNS. Зависит скорость соединения вашего сайта. С вашим компьютером. Или допустим смартфоном. Платшетом и так далее. Вашим гаджетом. Поэтому очень важно выбрать тот DNS. Который будет быстрым. Провайдером вашим. Который дает вам интернет. В принципе неплохие DNS. Но можно установить еще лучше. Допустим. Какие здесь хорошие. Вот Open DNS. Неплохой. Потом как правило. Google DNS неплохой. Вот он. Спускаемся ниже. И выбираем тот DNS. Вот который зелененьким. Освечивается. Это на данный момент времени. Самый быстрый DNS. На данный момент времени. То есть вот это все. Это уже может быть. В зависимости от вашего региона. Будет слабо поддерживаться. Если вы из другой страны. Вот. Потому что в основном тут Яндекс. Если вы допустим живете в Москве. То скорее всего. Вот этот будет DNS для вас самый лучший. Если в других городах странах. То вот тут какие весь высветится. Именно зелененьким. Нажимаем на эту галочку. И начать. Все. Подключился. Вот этот вот DNS. Тут высвечивается галочка. VPN. Но на самом деле это не VPN. Это просто DNS. Проводник подключился. В вашей стране. Вот в вашем местоположении. Он другой. Он лучше. Он более ускоренный. Также в некоторой степени. Он влияет положительно на вашу анонимность. И сайты. Которые раньше возможно были заблокированы. Могут заработать. А если не заработают. То ускоренно будут открываться. Другие различные сайты. Там приложения. И так далее. Поэтому обязательно скачайте это очень полезное приложение. Под названием DNS. Реально полезное. Много DNS тут собрано. Можете зайти. Выбрать все что хотите. Допустим. Клиент Брозинг. Будет блокироваться различные спамные сайты. Клиент Брозинг. Фэмили щелд. То же самое. Рекламные спамные сайты. Вредоносные. И при этом. Параграфические сайты будут блокироваться. То есть вы просто не сможете в них зайти. Потому что этот DNS проводник вас не проведет к этому сайту. Рекомендуется. Это вот. Google DNS. Open DNS. NeoStar DNS. В общем. В разный промежуток времени. В разное время суток. Они работают по-разному. Понятное дело. Они меняются. Могут меняться. Зашли. Протестировали. Выбрали лучшее. Ну и все друзья. Также на этом же телеграм канале. Вы сможете скачать приложение. Коеи в пруду. Но это уже кто захочет. Установить вот такие живые 3D обои. Для своего рабочего стола. Где плавают рыбки. Вы можете там покликать. Рыбок попугать. Поиграться. Расслабиться. Но это уже. В конце этого видео. Я хочу предложить. Если вы будете писать мне комментарии. Вау. Какие классные обои. Где ты их скачал. Сразу говорю где их скачал. Можете так же самое взять и скачать. Все друзья. Хорошего всем утра. Дня, вечера, ночи. Пользуйтесь. Ускоряйте свой интернет телефон. И все будет замечательно. Спасибо за внимание. Хорошего утра, вечера, ночи. И всем. Повторяюсь уже. И всем. Пока ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok